Всех приветствую в новом видео GTA Online. В предыдущем выпуске я рассказал как можно накопить на офис и мы купили его, а в придачу купили самый дешевенький склад. Для комфортного прохождения миссий со складами, лучше всего иметь два склада, чтобы поставить все на поток и не ждать около двух или трех минут задержки следующего груза, а просто принять миссию на другой склад. Приобретаем еще один склад, у меня это будет такое же маленькое складское помещение, но пока что нам не нужны огромные склады, у нас нет на них денег. Купив второй склад, мы обеспечили себе бесперебойные поставки, а теперь внимание, я расскажу всю механику грузов. Слушай внимательно и тебе это сильно поможет, но ручаться за свои наблюдения не могу, так как у всех может быть по-разному. Когда мы заказываем груз в офисе на определенный склад, нам предлагают забрать маленькую партию, за которую вы заплатите 2000 долларов, среднюю партию за 8000 долларов и большую партию за 18000. Логично сразу же взять большую партию, а потом ее еще дороже и перепродать, но смысл в том, что партия за 18000 содержит 3 ящика, которые можно продать за 36000. То есть получается, что мы навариваемся только на 18000, а если же съездить 3 раза за грузом стоимостью 2000, мы в наваре на 30000. Но ведь проще забрать сразу 3 груза, а не 3 раза по одному. Тут я полностью согласен, но чем больше груз, тем сложнее миссии. Например, когда я пожадничал и решил дособрать последний груз сразу тремя пакетами, мне сказали сбить 3 вертолета, а к тому моменту, у меня не было тяжелого вооружения. Пришлось за 25000 нанимать Бузард, маленький боевой вертолет, и сбивать эти вертолеты им. Так как, если даже у меня был бы гранатомет, я бы не достал до них, так как они летели довольно быстро и очень высоко. Ну а теперь кульминация этого развития событий. Каждый вертолет, это один ящик, то есть мне пришлось возвращаться за грузом каждый раз и лететь почти через всю карту. Мне даже ассистент сказал, чтобы я поторапливался и включился счетчик, то есть я потратил очень много времени, сил и денег. Но вы скажете, есть же грузовики, где сразу 3 груза. Да, я согласен, но я не смог найти какую-либо закономерность, а вот с грузом на 2 ящика я вывел эту закономерность. Слушай меня внимательно и узнаешь какой именно груз спавнится в грузовиках, а какой в отдельных ящиках. Исходя из этой информации ты будешь выбирать, когда забирать 1 груз, а когда 2 груза в автомобиле. Я озвучу наименование грузов, а также продублирую их в описании к видео. Начнем с медикаментов. В этом случае лучше заказывать партию на 1 ящик, так как в этом случае на 2 ящика респавнится машина в 50%. Далее антиквариат у меня всегда респавнился с машиной. Смело берем 2 ящика. Драгоценные камни. Лучше взять 1 ящик. Машинка бывает редко. Контрафактные товары обычно набиваются в грузовик, который обычно угоняют с полицейского участка. Берем на 2 ящика. А вот наркотики обычно респавнятся в отдельных ящиках. Берем заказ на 1 ящик. Оружие и боеприпасы обычно предоставляются в машине. Заказываем 2 ящика. Слитки у меня были всегда в коробках. Берет заказ на 1 ящик. Табак и алкоголь. Любимая вещь всех преступников. Обычно это перевозят в грузовиках. Так что заказываем на 2 ящика. Товары браконьеров только в ящиках. Берем заказ на 1 ящик. Электроприборы перевозят в машине. 2 ящика. И наконец ювелирные изделия. Респавнятся как в машине, так и в отдельных ящиках. Все эти расчеты исходят из заказа на 2 ящика. То есть, если по моему совету вы взяли 1 ящик и там оказалась машина, то в следующий раз, когда вы уже будете брать этот груз на 2 ящика, там будут отдельные грузы, за которыми придется ездить повторно. На основном своем аккаунте я заполнял раз 5 самые большие склады, и все эти наблюдения не из моей головы. На этом аккаунте я заполнил только один маленький склад и моя схема работала. Возможно Rockstar будут корректировать миссии и разбавлять их. Это было заметно по выходам новых обновлений. Так что пользуйтесь и корректируйте под себя. А если вы готовы брать только 3 или 2 груза за раз, то приглашайте друзей, нанимайте их в партнеры и доставляйте грузы вместе. По поводу моего глича на одиночную сессию. Теперь, когда вас отправляют в одиночную сессию из-за плохого интернета, который мы имитировали, отключая определенные порты, к вам могут присоединиться другие игроки уже через несколько минут. Тогда делайте все точно так же, но не перестарайтесь, чтобы во время отправки укомплектованного груза у вас не вылетел интернет вовсе. А теперь немного о складах. Какие лучше, какие хуже и стоит ли прокачивать транспорт отправки на красном верстаке, который находится на складе. Чем больше склад, тем лучше, чем больше товара за раз вы отправляете, тем больше общий наворот сделки. То есть если забить самый большой склад на 111 ящиков, то можно сделать больше 2 миллионов долларов, потратив около 200 тысяч долларов на покупку груза. Что по поводу прокачки транспорта, то играя в одиночной сессии стоит прокачать двигатель у корабля, чтобы чуть быстрее добираться до точки выгрузки. Делать это стоит уже на большом складе, который у вас будет основным. А теперь небольшой бонус. Если вы привезете один ящик на склад и решите его продать, то скорее всего вам предложат небольшой бонус, как мне. За один груз, стоимостью 10 тысяч, мне накинули еще 9, за то, что я привез его без повреждений. А еще совсем забыл про уникальные ящики. Нет, это не та веселая тема, которая была раньше. Может кто помнит, когда в сессии в определенное время пролетал самолет и кидал ящик с патронами, опытом и тому подобное. Что-то вроде гуманитарной помощи как в игре Раст. Сейчас же речь идет о таких же ящиках как и обычные, только их стоимость на порядок больше и продать их можно отдельно от обычного груза. Такой груз дается иногда после частых и удачных перевозок обычного груза. Обычно это какие-то редкие вещи. Бывают в одном ящике и стоят по 30 тысяч, а не по 2 тысячи. То есть чуете разницу, за сколько же можно их продать? Я не хочу отнимать у вас этот интерес. Думаю вы сами сможете доставить такой груз на свой склад и потом продать. Вам это понравится. А на этом все. Спасибо за просмотр. Если это видео было хоть чуть-чуть полезным, ставь лайк и подписывайся. Играйте с удовольствием. Всем пока.